Всем привет! Клубный сезон подходит к концу, а это значит, что пришла пора подводить его итоги не только в рубрике ТОП-10, но и в формате вашего любимого подкаста. Сегодня начинаем с АПЛ о персоналиях. Мы подробно поговорили в обратном отчете, а теперь сделаем акцент на клубах. С вами Саня Журавлев, болельщик клуба с самым сумасшедшим президентом в мире. Почетина, держись, мы с тобой. Кирилл Хаид, персональный болельщик Гвардиолы, Артеты, Клопа, Эмери, Пустыкоглу и Шона Дайчи наверняка тоже. Васан Балан, смотревший эту АПЛ, чтобы увидеть, что хоть где-то человек из Барселоны берет трофей. Ну и я, Гриша Теллингатор, человек, который просто люблю АПЛ, там еще даже телеграм-канал какой-то про него веду. В этом видео мы постараемся обсудить выступления команд из первой восьмерки и раздать им оценки. Также разберем сдувшиеся проекты или какие-то интересные проекты из команд средников и аутсайдеров. Обсудим главные события, открытия и разочарования. А также в конце выпуска каждый из нас представит свою символическую сборную АПЛ. А может быть даже и не одну. Будет интересно. Поехали. Поехали. Перед тем, как приступить к подробному обсуждению, напомню, что партнерами нашего канала являются ребята из фона. А еще они сотрудничают со сборной СИ, ЦСКА, Локомотивом, Ростовом, Рубином, Акроном. Да и в целом помогают всему российскому футболу. Спасибо им за это. Ну а теперь поговорим о том, кто помог Сити вновь стать чемпионом. Давайте для начала пробежимся по таблице. Я бы здесь, конечно... Ну, Сити чемпион, мне кажется, этим уже никого не удивить. Сколько уже можно? Шесть раз за последние семь лет. Я бы обратил внимание на Манчестер Юнайтед. Смотришь и 57 забитых, 58 пропущенных. Впервые в истории АПЛ. Манчестер Юнайтед разница мячей минус один. Еще один рекорд впервые в истории АПЛ. Кто-то пропустил 104 гола. И этот кто-то называется Шеффилд. Вместе с ним вылетели Берли и даже Лутон, который всем так понравился. Ну, по крайней мере, мне так понравился. На что обратили внимание таблицы? Я обратил внимание на то, что опять чемпионская гонка. И давай уже к Сити, собственно, переходить. Опять, как бы ты хорошо ни играл, какие бы рекорды личные команды не ставил, вот у Клопа не получается, у Артета получается. И все равно они не становятся чемпионами. Опять этот Сити. Он просто достал. Ну, то есть Гвардиола причем так плакал, когда, ой, уходит Клоп. Какой он был классный соперник. А Клоп-то, извините меня, один раз ты смог за семь сезонов или сколько обогнать Гвардиолу. Нет, ну там была конкуренция дважды всего на одну очко обогнать. А я не понял. Сейчас то же самое. Я не понял этого нарратива. Почему он достал? Ну, то есть почему Реал, который пять раз выходит из Тихасти 100, который пять раз из десяти лет выходит в финал Лиги Чемпионов, это класс, молодцы и магия. А чуваки, которые, ну, реально, типа, несколько раз просто там в сантиметр выиграли у соперников, реально, там, три или четыре из этих чемпионств, это типа он достал. Я по секрету скажу, Реал тоже достал. Ты сам об этом говоришь. Но никто не говорит, камон, ты точно не говоришь. Я не говорю. Почему ты в этой футболке здесь сидишь, я не могу понять. Почему ты не в футболке Реала сидишь? Потому что мы АПЛ обсуждаем. Да, странно. Поэтому я не могу понять, почему, типа, достал. Ну, типа, он сделал вообще уникальное достижение. Ну, типа, сделать четыре раза подряд АПЛ в нынешних условиях, это нелегко. Тем более, что, на самом деле, если мы сейчас будем обсуждать Сити, ну, это не лучший Сити Гвардиола. Нет. Это, наверное, один из самых слабых, может быть, даже. Ну, типа, или один из самых, может, проблемных. Да, проблемных. Но проблемных, да, потому что были проблемы с формой, были проблемы с травмами, были проблемы с тем, что... И, наверное, это первый сезон, на моей памяти, когда мы не обсуждали в течение сезона какую-то придумку новую Гвардиолы. Типа кто-то кого-то на какой-то позиции первый раз мы увидели. Четыре центральных защитника. Да, то есть в этом сезоне ничего не было. Мне кажется, он латал дыры, потому что они же начали плохо, они шли на четвертом месте долго, потом с 12 по 17 тура держали всего лишь одну победу, и мы все-таки, ну, наконец-то, они чемпионами не станут. Как раз Родо и не играл. Был отрезок, не побеждали дома в трех матчах АПЛ подряд, это впервые вообще с 2016-го, то есть впервые в Кистье с Гвардиола. По-моему, пропустил он больше, чем когда-либо пропустил. Там очень много минусов. 16 голов пропустили, что стало худшим результатом при Гвардиоле, но и тогда Пэб говорил, у меня есть ощущение, что мы выиграем АПЛ. В итоге выдали важный момент серию, 9 матчей последнего сезона побеждали, да? Да, 9 матчей на финише, конечно... Ну, это очень точная формулировка про латание дыр. То есть я согласен, что обычный Сити, обычный Гвардиола, это когда, неважно, как они играют в первой половине сезона, потом что-то происходит, об этом все говорят, а дальше это уже не остановить. Этого не было. И наоборот, весной Гвардиола шел от матча к матчу в том же стиле, в котором часто Клопу приходится идти от матча к матчу. А кто мне сейчас готов? А кого сейчас можно выпустить? На кого можно сделать ставку? Кто в хорошей форме и так далее? То есть это был сугубо ситуативный баланс. Но у него даже в нападении. То есть начало сезона Альварес подменил обоих, потом зашел Холланд, чуть позабивал, позабивал, забивал, ушел. Потом, значит, в какой-то момент вернулся... Ну, соответственно, Фолден начал потихонечку... Похода на два пика было. Да, два пика было. Потом вернулся где-то посередине Дебрёйни. Он начал много отдавать, создавать. Ну, то есть у него постоянно даже в нападении... Понятно, что там Холланд закончил лучшим бомбардиром, но в целом, ну, очень неровный сезон. Мне кажется, два момента сломала сезон. Это травма Дебрёйни и плохая форма Холланда. Первой половине. Реализация, да. Мне кажется, он все равно рассчитывал, что будет чуть по-другому и понял, что что-то надо менять. И все равно Дебрёйни... Слушай, я думаю, что для меня это Сити точно самый слабый с точки зрения игры в обороне. Они столько всего там надопускали. Были вот эти веселые матчи всякие, типа там с Нью-Каслом 3-2 или 3-3, я уже не был в первом круге. Ну, то есть там Диэш, который был для меня там вообще непроходимым, там несколько сезонов, ну, как бы провел сезон так себе. Аки травмировался, который там является там, наверное, самым стабильным защитником, да. Гвардиоу только под конец, вот удивил тем, что он забивает. Когда его из центра обороны убрали, убрали. Стоунс, получается, весь сезон то на травме, то играет. А Канжи в роли Стоунса вообще не убедил. Вот, и поэтому были проблемы, да. То есть, по сути, там Кайл Локер. И то, и то, и то. То есть, очень-очень неровный сезон. Я думаю, что даже на интервью после матча, когда он, собственно, плакал по поводу Клопа, было видно, что он реально очень устал. Мне кажется, что он жутко устал. Он устал, да, и мы смотрим даже вот по XG, если посмотреть, то всего лишь на один с небольшим баллом обогнал Сити своего компонента. Это самое низкое количество XG, на которое Сити обгонял. А до этого было самое низкое 5.32 балла. То есть, они по XG всегда были лучшими. Это для контекста просто. То, что ты сказал, чтобы усилить эту фразу. Когда Гвардиола только пришел в ОПЛ, у него мало что получилось с точки зрения стиля, цельности команды. Он занял третье место. Всякие Стэнли Коллиморы говорили, что он сбежит в свою Испанию, поджав хвост. В попытке, если не научится, если не возьмет себе в команду парней, которые могут нормально играть головой при навесах. И тогда, тоже если брать разницу созданных, допущенных моментов, эти же самые XG, Сити был первым в чемпионате с большим отрывом, чем в этом сезоне. О чем речь? То есть, если говорить именно о качестве игры, что создается, что допускается, это действительно не было доминирования. Это была вот такая вот матерая команда, которая есть проблемой, которая просто выгрызает свои победы, в том числе в равных матчах. Мне кажется, что United при Фергюсоне было вот именно таким. Много сезона, когда они выиграли, они были такими. Мне кажется, что отличает этот сезон, потому что на этот раз был прям супермощный провал, то, о чем говорили, по-моему, 6 матчей, 1 победа. И когда был первый период, первые 4 матча в этом отрезке, я помню 3 ничьи, потом ничья с Челси в том числе, и ты думаешь, вау, для меня это был шок Сити, чуть ли не сильнейшая команда в мире, на тот момент про Реал чуть-чуть забыли, как сейчас на фоне плей-офф лиги чемпионов, и казалось, сильнейшая команда в мире, и 3 ничьи подряд, ну не может быть такого, это не Сити, а потом вот это добивается матчем с Астон Виллой, где разница ударов, что типа 22 удара у Астон Виллы, и 3 удара у Сити. Или 2. Да, да, и ты думаешь, что происходит, ну типа футбол, все перевернулось, так не может быть, вот настолько большого спада не было, и как они из этого пике вышли, вот это... И мне кажется, что, наверное, тоже еще что отличает этот сезон, что индивидуальные перформансы спасли системную команду, ну типа Фолден с суперпиками, Дебройни, когда только вернулся после травм, там первый месяц, просто он каждый матч отдавал, забивал, отдавал, забивал. Важный момент. Да, важный момент. То есть какие-то индивидуальные проблески, они давали результат. Даже Даку. Да. Свою роль какую-то... Сыграл. Странноватую, но важную, он сыграл. И постоянно кто-то был, действительно, то есть команду, в которой очень много таких эпизодических героев по паре месяцев. То это Дебройни, то это Альварес, вот, то это Даку. У Гордиола было несколько недель, когда он прямо решал. Зато мы узнали, что по этому сезону, что те, кого мы считали железными, не железные, не только Деш, Эдерсон привозил, и несколько раз было. Кто-то еще, прям у меня крутилось, что многие прям вот ошибались, ошибались. Прям ты Матхолланда, мы уже сказали, мы явно ждали... Мы понимали, что там был оверперформанс в прошлом сезоне, и это нормально, что он это не повторил. Но он даже так стал лучше Бабарди. Единственный, по-настоящему стабильный футболист в Сити по ходу всего сезона, это Родри, который, наверное, сразу же там и лучший футболист. Нет, ну подожди, с которого не стали номинировать на лучшего игрока. Нет, скорее Уокер для меня. А Уокер все время играл. Да, все равно сыграл больше. Но Родри, то, как он удалился, если бы он получил красную за какие-то там шипы в голову, это еще одно. Но то, когда он схватил, как вот, Казимира за шею кого-то и за это получил дисквалификацию... Но тогда был очень нервный период. Мы же не комитет по этике. Нет, я не говорю, что это не вопрос... Это вопрос этики. Ты подставил команду ты имеешь? Это вопрос дисциплины, да. Но это на нее не похоже было. Не похоже, но в целом видно было... У меня ощущение, что они все равно цель завоевали, взяли Лигу Чемпионов и чуть-чуть расслабились. Нет у вас такого ощущения? Нет, какое-то, какое-то все равно опустошение происходит у тебя с точки зрения мотивации. Когда ты три раза подряд выиграл, еще и трэбл взял, но типа как будто бы выше уже не прыгнуть. Так или иначе. То есть ты то можешь только повторить. Поэтому, наверное, такое могло быть. При этом Сити устранил свой рекорд по волевым очкам 24, а до этого был рекорд 10. Как это вот объяснить? Как раз тем, что индивидуальная перформанс... Это про индивидуальная перформанс, как бы это банально не звучало, ментальность победителя. Они главные победители в этой АПЛ. В смысле, по ментальности. А я бы наоборот сказал, что это показатель того, что они плохо начинают матчи, как никогда часто начинали. Обычно они сам вначале... Это показатель того, что это проблемная команда. Именно. Именно. Что никогда они так плохо не начинали. Вот это вот. Мне кажется, как раз потери концентрации в том числе и в начале, нет? Ну, может быть, в какой-то степени. Перенасыщенность. А потом они понимают, что они сильнее начинают играть уже нормальный футбол и все. Что с оценкой в итоге? Девяточку я поставлю, потому что 10 не тянут, но все равно с чемпионами стали. Я девятку поставлю. Многовато. Как оценят? Какие принципы? 10 – это космос вообще лучшая недостижимая. Нет, чисто для этой команды. Да, за этот сезон. Но смотри, вот по такой логике, когда у тебя столько проблем, и ты все равно выиграл, это типа тоже 10. Понимаешь? Нет, 10 – это когда ты привозишь 20 очков. За игру 7, за морально-волевые 11 из 10. И вот тебе 9 там. Я поставлю 8. Я 8 поставлю. Не знаю, тут в одном точном ударе сона от чемпионства. Нет, я тоже считаю, что это не идеальный сезон. Далеко. Поэтому во всех смыслах, поэтому я 8 бы поставлю. Пусть будет 8,37. Просто так. Окей, переходим к Арсеналу, друзья. Арсенал провел, в принципе, наверное, хороший сезон. Поговорим еще о том, насколько хороший. Но просто математический факт в том, что плотность была такая наверху, что разрыв между первым и вторым местом был в среднем 1,52. Ну, короче, полтора очка в среднем, не больше. То есть они настолько все шли рядом-рядом. То Ливерпуль в начале вообще Тоттенхэм был, то Ливерпуль, Арсенал и все-таки Сити в конце вырвался. Но это суперплотная гонка была, где Арсенал продержался еще дольше, чем в прошлом сезоне. Собственно, до последнего тура. Да, наверное, можно говорить практически про идеальный сезон. Но если честно, они же опять попались все на том же. То есть в какой-то момент, в решающем на самом деле, получается, в апреле, в конце апреля случилась эта игра со Стенвиллы дома, да, 2-0. И вы, понимая, что находитесь в гонке с такой командой, да, такое допускаете. Ну, понятно, что это... Еще наложилось то, что в этот же момент два стыковых матча с Баварией, то есть в этот же момент, все в один момент, да, и мы просто увидели, окей, им чуть-чуть не хватило, да, опять. Но в целом, что больше всего хочется отметить, они гораздо лучше Сити сыграли с топ-6 соперниками. Оборона, лучше ВПЛ, меньше всех пропустили, больше всех сухарей, ура, и вся эта история, да, и, в принципе, партнерство с Алибы и Габриэла. Очень круто то, что справились с кризисом, когда был под Новый год Рождество, потеряли очки, потом был кризис с малым количеством голов, и они реально, пока там Сити что-то ковырялся, они там выдали серию из крупных побед, когда разница была у них гораздо круче, да? В январе. То есть Аппетт тоже прикольный, как бы, уже такой чемпионский задел, о, у нас будет гонка плотная, поэтому мы, типа, сделаем себе разницу. Ну, то есть очень много чемпионского в сезоне Арсенала. Мне показался Артетто вообще лучшим тренером сезона с той точки зрения, что он круче. Гвардиола как раз придумывал что-то новое, потому что вот Мэтт Гвардиола ждали, не дождались, а он Хавертсов все-таки смог в нужный момент, да? Троссар сделал нападающим, что он там в конце кучу голов забил важных, ну и так далее. Много каких-то интересных придумок. Зинченко в итоге заменил на фланге, Бан Вайт провел суперсезон свой, встроил Райо, Райса хорошо, да? То есть ощущение, что именно Артетто с точки зрения новых каких-то идей провел лучший сезон, а не Гвардиола. Я бы сказал, что лица появились немножко не те, которых я ожидал, что в основе будут играть там Зинченко, Жезус, их по сути не было в основе весь сезон. Жезус не забивал в феврале, что ли, голов вообще? Ну, в принципе, он и не голами больше отмечался, но в целом, сколько он даже... Ну, хотя бы, когда он начинал в арсенале, была когда история, что типа он без мяча круто работает, в подыгрыше, какие-то голы красивые забивал, а потом вообще все. Так может быть, тем круче, что без него обходятся. Да. Потому что это же не то, что он в запасе сидел, он травмирован был. И тем не менее, как бы, и тем... Ну, слушай, еще нужно форму набрать, понятно. А тут хай-хаверцы забивают и забивают. А тут, да, хаверцы забивают и забивают. То есть мне кажется, что... То есть я не уверен, что этот сезон прямо вау, просто только потому, что уже прошлый сезон был вау, и там команда, которая, как бы, она была собрана, ну, не то, что прямо задорого, она очень выросла, и это было очень круто, и Артета, как бы, рост с этой командой, было ощущение прорыва. Сейчас, ну, они просто уже опытнее, они усилились уже недешево. Это, ну, как бы, прям дорогие трансферы были. Глубина состава появилась. И они, на мой взгляд, просто примерно тот же уровень и выдержали. То есть главное... Сейчас, главное есть достижение в том, что игра на два фронта в Лиге Чемпионов никак не сказалась на сезоне. У них не было спада на фоне Лиги Чемпионов. Это очень круто. Упрекайте их за то, что где-то они сыграли один неудачный матч, зимой был неудачный матч, потому что, ну, это как упрекать Ливерпуль, когда они проигрывали в одну очко Сити. Это почти чемпионская команда. А тебе не понравилось то, что, например, с тем же Сити они показали, что, ну, то есть, в какой-то момент мы же уже подсмеивались, да, над Артетой. Доминирование, доминирование, доминирование. А он же очень прагматично и цинично играл в Сити. То есть просто нивелируя атаку Сити и сам особо не бегая. И в итоге добился того, что они в одном матче там в концовке забили и выиграли. Короче, появилась какая-то как бы из объема там выиграем, что мы можем по-разному добиваться из ултана. Это изначально кажется абсолютно не сектантом. Он достаточно гибкий, и то, что он говорил про доминирование, ведь не отражало то, как играла команда. Поэтому, мне кажется, одно дело то, что он говорит... То есть он обманщик просто. Ну, он политик. Кирилл, я с тобой не очень соглашусь с той точки зрения, что, по-моему, прогресс в прошлом сезоне прям очень сильный. Случился. Ты говоришь, что уже в прошлом сезоне были хорошие, но там были слабые места. Был один спад, когда травмировался Салиба в апреле, они слили концовку. Сейчас не было этой слитой концовки, набрали на 4-5. В том числе из-за того, что они сильнее стали, мне кажется, и ментально, и игровой. Потому что, если посмотреть, то очков, да, 84-89, ожидаемые очки, что очень важно 72-82, и разница голов плюс 45-62. По-моему, это дикий прогресс. Нет, если тогда было вау, то сейчас вау вдвойне. То, что команда матерая, то, что команда приобрела опыт и выглядит уже не такой хрупкой, вообще не спорю, так и есть. Это поступательный рост. Больше скажу. Мне кажется, что, ну, сейчас представим условно Пеппу встал или там еще один сезон, я вижу именно в Артете и в Арсенале следующую команду, которая будет какое-то долгое время первой. Скажу по секрету, я вижу в Челси и в Почетино эту команду. Почетино? Да. Если бы смотрели этот выпуск неделю назад, то тогда, наверное, да. Если бы был нормальный президент у Челси, то, наверное, да. Если бы Почетино было бы плевать на свое мнение, наверное, да. Но нет. И на футболистов, которые у него в составе. Про плохой чуть-чуть попозже. Давайте пока про цитату Гарри Невилла, который сказал, иногда мне кажется, что Арсеналу всем желающим нужно просто ждать ухода Пеппе Гвардиола в ближайшие пару лет. Арсенал в этом сезоне был невероятен и собрал потрясающее количество очков, но суть в том, что в обычной гонке у команды есть право на одну осечку, а против Гвардиола нет. Ну, справедливо. Да. Да, конечно. Мне кажется, мы все ждем, что Гвардиола уйдет через год и даст другим команда поиграть в футбол. Слушай, ну, если Арсенал опять же усилится так же точечно, как было, они, мне кажется, могут и в конкурентной борьбе обыграть. У них на самом деле не так много позиций, которые нужно усиливать, потому что нужен забивной нападающий, ну, наверное, да, допустим. А как насчет левого защитника, которого играл Кивио? Может быть, все-таки Тимбер. Ну да, выздоровеет. Он пропустил весь сезон, поэтому, да. Ставим оценку, я здесь все равно поставлю, наверное, десятку, потому что, мне кажется, он реально выжил все, что мог, но не стал чемпионом, учитывая, какие были начальные моменты. Давайте так, если девятку, девятку. Десять, это что-то вроде Раньери выиграл чемпионство с Лестером, тогда это девять. Нет, десять, это вроде прошлого сезона Гвардиола, я бы так сказал. Ну, требл, типа, да? Ну, требл, я не знаю, в целом. Не, ну, девятка, потому что близко, но и девять с половиной, пусть мне будет так. Пусть будет девять, потому что все равно лучше, чем у Гвардиола. Да, кстати. Кстати, да. Да, согласен девяти, мне, ну, да, девять, мне кажется, оптимально, потому что они реально превзошли ожидания. Идем дальше, у нас здесь на третьем месте Ливерпуль, вот такая вот команда. Я бы сказал, что в целом сезон получился нормальный. Интересно, к каким оценкам мы в конце приведем, потому что здесь можно... Хорошее слово, нормальный. Ничего интересного не происходило. Нормальный сезон. Как клоп нормальный, так и здесь сезон получился, я не знаю, плохой, хороший, здесь можно в любую сторону все-таки крутить. Нормальный, такое серое слово, да? Да. Ливерпуль можно назвать серым только в том смысле, что это был взрыв, когда уже все прогорело. Нет, взрыв, все прогорело, и сейчас такая вся серая пыль. Учитывая, какие были начальные позиции, учитывая, что было пятое место в прошлом году, учитывая, что полное переформатирование было. И помните, перед началом сезона я сказал, что я негативно оцениваю трансферную кампанию Клопа, и меня дико захейтили там в комментариях. Я поставлю 4 оценку, просто потому что, ну 5, ладно, 5. Они не купили ни центрального защитника, не купили ни опорника, вообще никакого. Они купили... Просто взяли Гровенберг. Ну, подожди. Где он играл Гровенберг, прости? Гениально просто смог вывернуть ситуацию, потому что реально не хватало опорника. Были другие проблемы определенной составу, и просто реально гений Клопа позволил команде, которая откровенно слабее Арсенала и Ман-Сити по составу и по многим другим параметрам, очень долго даже лидировать в гонке. Это спасибо Клопу, но трансферная кампания не сказать, что хорошая. Гровенберг провал, Сабаслай, да, хороший, но... Я не назову провал, потому что у тебя Смакалиста Сабаслай. Но, короче, у меня мысль такая, что Клоп провел сезон гораздо лучше, чем его футболиста. Да, да. Вот такая мысль. Он, блин, прыгнул выше головы, реально. А вот они, Робертсон, ну, типа, сдал абсолютно точно. Напарник Ван Дейка было 60 тысяч вариантов, но, типа, только Ван Дейк провел его круто. Да? Трент, Александр, туда-сюда, то есть опять неровный сезон. Получается, Сабаслай вторую половину, то травмы, то еще что-то, потому что первая половина была крутая. МакАлистер хорош, согласен. Эндо, ну, не стал, ну, не сыграл так, как МакАлистер и Сабаслай. Сначала был плох, потом выправился. Салах приехал после Кубка Африки, вообще другой, забивал только пенальти, либо создавал, и кучу моментов не реализовывал. И все это выделилось в итоге в нервный срыв, как мне кажется, потому что он сам бесился от своей игры. На клуб и наорал. Дарвин Нунес начал круто и как бы для самого себя там быстро добрался до 10 плюс 10, потом все это улетучилось. Жотов в самый ненужный момент начал травмироваться, и в итоге его не хватило в куче игр, получается. Гакпо. Гакпо, ну, Гакпо. Ну, типа, у меня нет каких-то супер ожиданий. Гакпо как Эндо. Это один из людей, которых Клофф все-таки с силой ума. То он из него восьмерку делал, да, как бы из Вингера, то он еще что-то делал, то он его в центр ставил. Ну, то есть, как бы он находил ему место. Никто из Ливерпуля, наверное, за исключением там МакАлистера, Ван Дейка, МакАлистера и Алисона не провел сезон ровно. Да. Но он играл мало. Да. Да. Еще аргумент к тому, что Клофф провел классный сезон, это то, как у него играла молодежь. Это был не такой большой период, но Брэдли стал, ну, просто открытием. И несколько еще там молодых. Да, и Эллиот, мне кажется, в Эллиоте уже многие, я думаю, болельщики Ливерпуля увидели будущее основного футболиста. Две причины, как мне видится, тоже плохого сезона Ливерпуля. Аномальное количество травм. Снова, кстати, потому что Клофф, откровенно говоря, правда, выжимает из игроков максимум, 1252 дня пропустили игроки Ливерпуля для сравнения у Арсенала 882, у Ман-Сити 654. И, как мне видится, реализация, потому что 86 голов забили, но XG-то 95. Тут спасибо, спасибо Дарвину, конечно, который... Ну и Салаху. Спасибо всем. Да, я... Многие почему-то не хотят про Салаха говорить. Я считаю, что он провел для себя не очень ровный сезон, и вот как раз в плане реализации огромное количество вопросов. Весной. Да, да, да. Поэтому я считаю, вот там была проблема, а сезон-то хороший. Ребята, они реально запускают Ливерпуль 2-0. Вот он сказал это в раздевалке в конце, и мне кажется, он очень точно дал характеристику сезона, что, слушайте, мы реально перестраивали команду, и мы в рамках перестройки реально в какой-то момент шли на 4 титула. Ну, это как бы круто. Это очень круто. Это очень круто. Теперь больно болельщикам вспоминать про Квадруппл. Вот эту банальную историю про сплав молодости и опыта, но он есть, он просто есть в команде, и все еще есть как бы старые лидеры, и появились новые лидеры. Это то, о чем мы говорили, что уникальность ухода Клопа в том, что обычно тренеров выбирают за плохие результаты или плохую игру, а здесь Клоп уходит, оставляя хорошую игру достаточно. И, в принципе, новую, заново собранную команду, но мы понимаем, что с абсолютно новой полузащитой это что-то работающее. Давайте оценку ставить. А я, ну, я не знаю, Клоп на десятку я бы поставил, а вот Ливерпур... Нет, подожди, мы команду оценим. Да, да, всему Ливерпур 7, наверное. Не знаю, ну, просто Клоп 9,5, Клоп, наверное, 8. Я на 7 бы сказал. А я 8,5 ставлю. Ребята, они третьи при всех проблемах. Погнали дальше. Дальше у нас еще одна команда, последняя, которая забралась в Лигу Чемпионов. Это Астон Вилла. Впервые за 41 год вышла в Лигу Чемпионов. Призывом, что я просто напомню, еще 5 лет назад она играла в чемпионшипе. То есть колоссальный прогресс. И я честно признаюсь, когда Эмери бросил Вильяреал и ушел посреди сезона в Астон Виллу. Я думал, ну, типа, ну, тебе не светят Еврокубки. Там столько топ-клубов в Англии. Ну, тяжело попасть будет в Астон Виллу в Еврокубки. Привет! Команда в Лиге Чемпионов. Поэтому... Ну, слушай, там не все так просто. Пара Мончи и Эмери это круто. Во всех смыслах. Это связка. Это связка. И это видно. Это раз. Второе, ну, типа, я давно не видел, чтобы латиноамериканцев кто-то заставлял так работать. Типа, Диего Карлос, Дуглас Луис стал там, а второй сезон подряд одним из лучших в команде, да? Леон Бейли. Я думаю, что он реально как бы в наушниках всю свою жизнь, понимаешь? И этот чувак, ну, типа, выходит, и мы видим Леона Бейли, который когда-то появился в Байве, сидит какой-то прикольный футболист. Он пахал на поле, понимаешь? Вассан, этот тренер заставлял Дзюба и Камбарова бегать. Конечно, он не знает. Плохо заставлял. А здесь, видишь, ну, типа, я... Ну, это, блин, просто поразительно, что сделал Эмери с Астон Виллой. И ему принадлежит лучший матч против Ман-Сити, мне кажется, в сезоне. Это реально лучший матч. Сити провел матч в офсайде. Да, да. Соответственно, он вмешался в чемпионскую гонку, обыграв Арсенал. Смешно, что он чемпионской гонке дал, а потом взял. Да. Потому что сначала Сити, потом Арсенал. Потом Арсенал. То есть... Ну, и, соответственно, да, то есть форма Диаби, Уоткинса, Луиса, Магина, Мэти Кэша, пары там Карлос, Пау Торрес, то есть все. Даже Мартинес, когда надо, вспоминал, что ему дали приз лучшего вратаря мира и давал, как бы, пользу. Ну, Мартинес периодически был хороший до Эмири. То есть я бы не сказал, что вот он... Не, мне кажется, что вот он точно... И периодически касачил и в этом сезоне. Вот он точно, чувак, который после чемпионата мира и получения этого приза, ну, мне кажется, он вообще наплевал на футбол. Ну, типа, все, закончилось. Типа, я просто, если что, еще здесь. Мне просто еще возраст позволяет. А в целом ему начхать. И даже он, как бы, понимаешь, в какой-то момент начался и давал максимум. 76 забитых мячей. Рекорд Астон Виллу в АПЛ вообще. При Эмире, который в Элереале составил, как бы, оборонительный футбол. Ну, от соперника, да. Он играет от соперника. Я думаю, очень многое завязано на все-таки кризис более сильных команд. Ну, то есть... Ну, это совпало, да. Астон Виллы очень сильно связано с тем, до какой степени проблемы были у Манчестер Юнайтед, у Челси мало у каких команд видна рука тренера, поскольку вот эта вот штука, что они ловят в офсайды, они, по-моему, в офсайды поймали больше всего, чем все остальные соперники. То, как заиграл Уоткинс в подыгрыше, это другой Уоткинс. Это видно, что тренер заставил его играть так, что он стал лучшим ассистентом. Да, 13 ассистов. Это смешно. Это Уоткинс лучший ассистент за все прошлые сезоны. Я даже в Индии эти ассисты не понимаю, как это получилось. Я не знаю. Я думаю, что даже он сам не понимает, а Эмери понимает. Что думаете, какая оценочка? На что они? Ну, в любом случае, максимальная, потому что лучше уже не будет. Даже 9,9, что-то в этом. Смешной факт, они начали с сезона... Из лиги конференции не надо было вылетать. Смешной факт, это было раньше. Смешной факт, они начали с разгрома 1-5 от Нью-Касла и закончили разгромом 0-5 от Кристал Пэллс. А там просто не вышла команда, реально. Вообще не вышла. Но, блин, все же видели в начале сезона это видео, когда сэр Алекс после 1-5 от Нью-Касла сказал, чуваки, эта команда пройдет офигенный сезон. Он увидел тогда уже все, что все работает. Тоттенхэм, который после 10-го тура шел на первом месте, команда влюбляла в свой футбол, я думаю, это можно сказать, и получилось так, что в результате они не удержались даже в топ-4 и потеряли место в Лиге Чемпионов. Наверное, это было достаточно обидно и больно в какой-то момент. Тренер Пастыкоглу из достаточно доброго, обаятельного дядьки превратился в тренера, который орет на бровке на Сара и кричит ему чертовы пасы назад, заканчивай отдавать. Но, опять же, кстати, мы увидели стиль. Мы увидели стиль очень четко. Да, но вот смотрите, ребят, у меня есть такая мысль по поводу Тоттенхэма. Вам не кажется, что все было завязано на Мэдисоне? Очень много. Как только он сломался, и потом даже вернувшись, они уже не вернулись к этой игре. Ну, то есть все работало, пока был Мэдисон и был в порядке. Все работало. И стиль, и красота, и уже все такие, ой, тут классная команда, и они там долго шли в лидерах, и там чуть ли не на первом месте, и без потерь очков, да, и без ума, и Сар оказались, вау, типа что? У Доджи. У Доджи, типа вау, Ван Девен, Викарио, типа все вообще. И как только сломался один игрок, вообще все поломалось. Ну, не до такой степени. Очень много да, но чуть-чуть нет. Смотри, Тоттенхам оказался очень одномерной командой. И чем, то есть плюсы-минусы, то есть плюсы. За счет этого настолько офигенно они выглядели в начале, это было настолько цельно, это было просто потрясающе, это было впечатление и так далее. И в то же время, когда пошли проблемы, они настолько плохо с ними справлялись. За счет этой стилистической одномерности. Мне очень это напоминает на то, как Сари пришел в Челси. И там было там три месяца восхитительного футбола, Жоржини, не знаю что, но потом, когда пошли первые трудности, оказалось, что это хрупкая очень история. Там было очень много завязано, там буквально то, насколько партнеры прикрывают того же Жоржини. И здесь то же самое. Дело не только в Мэдисоне, потому что там и Бессума грандиозную осень проводил. Но вот когда пошел вот первый спад у Бессума, когда сломался Мэдисон, о том оказалось, что они вот то же самое уже не смогли повторить даже механически. Просто уже это не работает. И сам Постыков немножко ограниченный тренер, у него есть спорные решения, у него есть вот этот офигенно крутой стиль, но что делал Сон в центре нападения, было непонятно во второй половине сезона. Потому что каждый раз, когда он по ходу матча переводил его обратно на фланг, моменты возникали из ничего. Потому что Сон просто накручивал соперника на бровки и бежал к воротам. А в центре для него не доходил мяч. И Тоттенхэм показался максимально инфантильной командой. Ну то есть все прет, все окей, проблемы, ничего не получается. Ну потому что периодами у нас воскрес Ри Шарльсон и прям долго, много, много, много забил. А потом или было ничего там, да? Соответственно, Сар, то полсезона круто после Кубка Африки, ничего. Без ума до Кубка Африки, гениально, после ничего. Мне кажется, что все-таки они добились того, что пара Ван Девен, Ромеро, ну, наверное, вторая пара в лиге по этому сезону, мне кажется, там, потому что первая Салибар Габриэл, понятно, в Сити непонятная пара, потому что менялась, но пара Ван Девен, Ромеро была крутой. Викарио все мы для себя открыли, и это прям событие, наверное, сезона. Вообще куча попаданий с трансферами, флаговые защитники тоже настолько, прям у Доджев тоже в какой-то момент казалось открытие. Осень Мэдисона это уровень, в общем-то, Фодена. Да, да. Мне кажется, что по стеку просто еще такой немного тренер, вот он такой, как мы называем их, сектант? Сектант, да, потому что вот такой же был Луисон Рикки, как будто Луисон Рикки понимает, что нет, все-таки меня разгадывают после там Евро, да, помнишь, чемпионата мира, ну, то есть после сборной. Он начал тоже играть в пассажир по-другому чуть-чуть, он иногда в другой футбол играет, ведь абсолютно не тот, который ему свойственен. Он старается иногда отстраиваться. Но у него рамка что-то меняет, у него есть классные попадания, как в дебиле, как в дебиле. Да, он есть рамки, он старается что-то менять, а вот по стеку как будто до этого уровня еще не дошел. И Гвардиол уже сначала все говорили, вот, однотипный футбол, потом он начал менять так, менять так, менять так. Мне кажется, просто Голубь пойдет по этой дороге тоже, и в следующем году мы, наверное, увидим более разнообразный тот архем, потому что в этом году ну, они реально действовали как будто не очень. Их раздавали. Возможности не было, у них состава был, у них, во-первых, были травмы, мы увидели это в какой-то момент, и сейчас они состав резко меняются. Во-первых, они уже летом перекроили состав, во-вторых, мы сейчас понимаем по инсайдам, что уйдет куча человек, уйдет Хейберг, уйдет Ло Чельса, уйдет там Эмерсон. Но давай все равно похвалим. И все-таки, когда тренеру ну, вот настолько не нужны Ришарлисан и Хейберг, есть вопросы к этому тренеру. Это не такие плохие футболисты, насколько они были не нужны тот, но... Да, но давай похвалим все-таки. Мне кажется, еще там все-таки сработала ситуация, потому что прям в один момент сломались Перешич, в итоге уехал Соломон, который выходил хорошо, получается, Мэдисон, то есть очень много и тех, кто в основе, и тех, кто выходили. То есть не только сломалась основа, но и глубина сломалась прям в один момент. Зимой уезжают два полузащитника центральных, и все, типа раз, и как бы, а что делать-то? И получается, что в каком-то смысле чудо не произошло еще и по каким-то внешним факторам. При этом мы, например, видели во второй половине сезона вот этого парня Брэнана Джонсона, который очень круто выходил на замену. Всех в контратаках очень хороши, а с мячом ну все завязано на форму Сары Бесуманна. Да, получилось так. То есть по-хорошему, типа задатки чего-то, какого-то будущего проекта есть, да, яркие индивидуальные какие-то моменты есть. Игра с Челси при 0-4 высоким, это, наверное, вообще в историю войдет, но это в историю АПЛ войдет точно. Тоттенхэм у них был суицидально высокий. Тоттенхэм Челси, вот это был матч, когда 4-0, но это все равно войдет в историю, мне кажется, точно, они там держались до какой минуты? Ну давайте оценку поставим. 7,5. 7. А я бы за счет событийности 8 поставил. 7, скорее всего-таки 7. Погнали дальше. Кто у нас там дальше? Саш, не знаешь? Не знаю, какая-то команда. Да. Чудесная, конечно, май месяц, апрель еще там чуть-чуть. А, Лэмпорда уже назначили? На время, на предсезонку и у нас, знаешь, потом, когда проведет транспортную кампанию, другого наимен. А давайте мы сразу отбомбим по поводу увольнения Почетина, а потом перейдем к сезону. Ну это же трэш. Ну так нельзя. Кирилл недавно рассказал в одном из своих соцсетей, я так верю в Челси, строитель классный Почетина, он же построил, он должен строить, и вот у него сезон, и он построил, и я очень хочу посмотреть на Челси в следующем сезоне. Это будет суперкоманда. Я такой думаю, блин, если даже Кирилл так говорит, я думаю, значит, мне не кажется. Знаешь, что самое гениальное, что помимо Кирилла так говорил Боули, который говорил тренеру нужно время, тренеру нужно время, нельзя резкие шаги делать. И когда это говорит Боули, потому что Кирилл не управляет, так сложилось с Челси, а Боули как бы имеет влияние, он там может быть уже... Нет, Боули тоже не управляет. Его мозги даже не управляют, понимаешь, им самим, блин. Нет, там не только Боули, на самом деле, этим всем управляет, там у них консорциум. А мы не знаем, кто принимает решение. Да, нет, они, видимо, коллегиально принимают, но Боули это одна из таких Я думаю, что принимает решение болельщик арсенала. В этой тусовке. Понимаете? Мне кажется. Ну, типа, зачем это делать? Ну, вы же прям своими глазами увидели, что вот мы взяли молодых, вот у нас пока не получается, вот у нас... Прогресс есть, Палмер растет. вот растет, вот Палмер цифры дает, вот мы с 12-го места на 6-е поднялись, вот над Сашей в России перестали смеяться. Ну, типа, все хорошо. Да, Джексон забил, что-то там 15 мячей. Или 14 мячей. Ну, вот, замечательно, давайте дальше. Ну, Астон Виллу-то мы потом подвинем в следующем сезоне. У Юнайтед кризис. Четвертое место, прям вот оно, ну, прям мы его видим. Нет, нахер, Макена из Ипсвича. Вы что, бараны, что ли? Ну, это просто поражитель. Какой Макена, блин? Бореска. И Мореска еще из Лестера, да. Вау. Хорошо. Спасибо. Я просто скажу, прогресс при Почетине. По прошлому сезону, понятно, с 6-го на 12-е место, но помимо этого, очки, ожидаемые по XG, да, с 52 до 64, ожидаемые, XG просто, с 52 до 80. Вау. И вы увольняете тренера? Но там, вместе с тем, нужно справедливость, что они прибавили, они пропустили дофига, они изобили много и пропустили дофига. Ну, это справедливость, что у них была весь сезон ситуация, как Манчестер Юнайтед еще хуже. Нет, в плане травм-профсеклиш, но у них худшая была. Дублеры, дублеры, как бы, лидеров тоже травмированы. Играет Гилкерист, например, да? Или Петрович на воротах. Или Петрович на воротах. Хотя это еще не худший вариант, как оказалось. А на самом деле, ну, серьезно, я как-то вот, ну, редко у меня прям какой-то хейт бывает. Меня очень раздражают американские бизнесмены в футболе, потому что эти люди пытаются научить Европу, как строить в футболе бизнес. Блин. Я смотрел фильм «Анебол», вот я так же буду. Вот, да, это буквально... Схема 4-4-3. Это очень раздражает. У них больше денег, ну, объективно больше, поэтому они исходят из того, что они, типа, умнее, не знаю. И вот начинается это, вы все не знали, можно делать контракты на 8 лет, иди сюда, мудрик, лол. Да, как бы, много всего. Вот мы будем сделать длинные контракты, мы будем амортизировать. В Европе же никто про амортизацию не знал, да? То есть, Виталий и клубы не занимаются просто мошенничеством десятилетия за счет этой амортизации. Как Пьянича поменяли в Ювентус на Артура, когда обе команды заменяли, просто добавили себе в бюджет плюс 60 миллионов из ничего. Без графы расходов получили доход 60 миллионов на бумаге. Вот они как бы сейчас что-то учат. И при этом они, даже если они пользуются продвинутыми метриками, даже если они смотрели действительно на сколько желтых карточек получили игроки Челси, они не умеют пользоваться метриками. Потому что параметров, по которым можно оценивать команду, глубоких параметров, ну, допустим, 100. И из этих параметров имеют значение не эти 5 или эти 7, да, а эти 15, но в контексте связи, какая у них связь с вот этими другими 15. Ты не можешь просто сказать много желтых карточек, тренер не контролирует ситуацию. Это глупо. Ну, вот не знаю вот этого. Не, вообще странно, ну, типа, я понимаю, что если бы у тебя сейчас какой-то был выход, я не знаю, на Клопа, на Гвардирову, на Анчеля, на кого-нибудь, ты такой, ладно, иди по чтинам, все равно ты там такой, вечно второй там какой-нибудь. Но Мореска, блин, сейчас будет вместо этого. Ну, вы, чувак, ну, как? Любят стартапы. Нравится вот это ощущение, мы начинаем новый проект. Новизна, да, новый проект. Они просто думают, что они сейчас выпустят акции и продадут их. Но самое отвратительное, когда не вылезет чемпионшип, очень хорошо. Из-за всего этого как будто теряется, ну, вот, накопленный за 20 лет условно некий образ Челси, да, некая концепция Челси, да, там некие какие-то... Сильнейшая раздевалка, мощнейшая, которая вопреки силу способна. Вот это все разрушилось, типа, прям за два года. Даже просто, если у них сейчас что-то получится, это как будто будет новая какая-то команда. Челси, мне немножко напоминал при Абрамовиче Реал Мадрид. Вот абсолютно команда, которая может слить хоть трех тренеров подряд, но они за счет того, что в команде есть просто очень мощные лидеры, не способны давать результат без игры, без ничего. Структура была мощная, Тилл, структура, управленцы, все, кто менеджеры, понимаешь? И ты бы, когда структура такая, ты возьми там, поменяй что-то, все равно структура остается, ты человек приходит в клуб и понимает, что пусть тренер меняется, но тут все очень сильно, очень, ну, то есть ты не будешь там... Рабочая этика. Мне кажется, там просто еще имеет значение, кто управляет, потому что во времена Абрамовича я не думал, что Абрамович лез какую-то там, ну, не то, что даже тактику, а там были менеджеры, которые занимают... А здесь мы видим, что Боули, когда приехал в Челси, первым делом пошел на переговоры. Маурини говорил, что не лез. Маурини говорил, что не лез. А вы знаете, что у них еще и средний возраст на 6 лет упал? Силово закончил карьеру в Челси. То есть теперь средний игрок Челси несовершеннолетний. Да. Ну, типа, приходит, вот Чикарск, вот на что придет главный тренер? Он такой, а, у меня есть Палмер, который, типа, сделал оверперформанс. И все. Нет, вообще-то, вообще-то, вот когда у тебя 30 человек, и там много таких, ну, неплохих, талантливых, и ты не знаешь, что с ними делать, есть тренер, который прямо подходит. Это почетина. Он такой ситуации, он делает из этого команду. Он так в Тоттенхэме сделал. Хороший прием. Уволить его и нанять. Прикольно. Типа, давай начнем с нуля. Давай как-то наши отношения начнем заново. Нет, на самом деле, самое показательное для меня здесь, мы вот сидим со стороны и это обсуждаем по тем вещам, которые мы можем заметить, а футболисты находятся внутри. Я вряд ли вы много вспомните примеров. Палмер пишет смс-ки в Сити сейчас. Вы вряд ли вспомните много примеров, когда футболисты на увольнение тренера реагировали в соцсетях фейспалмом. Да. И даже Джексон. Мудвеки, да? Нет, Джексон. И там несколько футболистов, но то, что это делает Джексон, которого, допустим, он отодвинул от пенальти достаточно жестко. Да, да, да. Я тебе сказал, не смеешь. Больше подходи к пенальти, не смеешь. Он даже, были такие, ну не конфликты, но такие ситуации не самые приятные для Джексона. И даже он такой, типа, что? Действующий игрок на контракте с Челси решение руководства комментирует фейспалмом. Когда такое было? Слушайте, но при этом давайте скажем, что, ну ладно, уже этот факт случился. Почетина оставляет в каком-то смысле с точки зрения игры, которую он построил там всех продвинутых метрик. Если это придет хороший тренер, то, по сути, это победитель Лиги Европы следующего сезона. Да. Ну реально. У него нету такого ярко выраженного стиля, который нужно или ломать и что-то строить, или сам адаптироваться. Нет, абсолютно. Он просто как бы просто высокий прессинг. Достаточно энергозатратный, интенсивный футбол. Ну примерно как все. Да, и Почетина же очень жестко на одной из предконференций в мае высказался, что я не хочу продавать, собственно говоря, Галлахера и Чалоба. Нет, он сказал, что в конце концов... Грюбийцы по игре, что он не нужен. Он сказал, в конце концов, довольны должны быть не только владельцы. Да, это резкая фраза. Это резкая фраза. И вроде как она все испортила, но кому набежаться на такую фразу, когда у тебя Галлахер номер два по оценкам Хускорт, а Чалоба во всех матчах, где вышел, вы не проиграли? Ну, типа, мы не хейтим сильно за сезон Энсо Фернандеса и Кайседу. Это Галлахер сделал так, что эти двое... Да, как бы... Для понимания, насколько он нужен был команде, он лидер Челси по проведенным минутам в АПЛ. Лидер АПЛ по фалам. Да. Но это, кстати, не говорит еще хорошо или плохо. Нет, это очень много говорит. Это говорит о нем хорошую сторону, потому что как бы все косяки высокого прессинга прикрывал тактическими фалами Галлахер, который высоко, он был в вершине треугольника в полузащите, и он просто ломал быстрые атаки соперника, когда проходили прессинг. Ну, и прикинь, тебе говорят, давайте мы вот за 80 его продадим, потому что мы за 80 смудрика купили, нам надо как бы закрыть по отчетности. Да. Ну, это что вообще? Ну, то есть они больше занимаются именно финансовой стороной вопроса, и, в принципе, все остальное плевать. Итак, ставим оценку. Да, было много плохого, но учитывая, что они проиграли фактически только трем суперкомандам и остановились с Тоттенхем, учитывая, что были на 12 месте, прогресс-то есть, я бы поставил шестерку. Понятно, не выше, но шестерку я бы поставил. Коул Паумер оценка 25, Челси оценка 2. И в сумме? 27. Все равно многовато, да? 5. Ну, потому что, ну как, еще и закончить вот так увольнение в Почетина, я понимаю, это уже после всего. Это глупость. Я согласен, что нужно разделять очень много разных сущностей, поэтому сложно выбрать оценку, потому что клубу оценка 2. Команде за качество игры оценка, ну, наверное, где-то 6,5-7. При этом за счет реализации как бы все равно результаты там 4,5-5. Не знаю, в сумме, наверное, пусть будет 5,5. Мне кажется, на шестерку можно, в том плане, что мы же оцениваем, я, по крайней мере, оцениваю клуб в конкретном сезоне, потому что идиотское решение у нас случилось после сезона. Команда, был виден прогресс, она с 10 места прыгала на шестое. Какой прогресс, Адли Челси? С 12-го. Какие молодцы, а? Дальше у нас Нью-Касл. По ожидаемым очкам, кстати, четвертые, что, ну, в принципе, в целом для меня было неожиданно. И третий по XG. Да, третий по XG, что тоже вау. Слушайте, их жестко подкосила игра на два фронта. Наверное, это самая пострадавшая команда от игры на два фронта. Плюс, все увидели, что, оказывается, работало это все только тогда, когда готова вся команда, вся обойма, и мы должны 90 минут шарашить, как в Лиге Чемпионов с PSG дома. Вот только так Нью-Касл мог играть. А как только у тебя весь состав вылетает, травмируется, и у тебя Льюис Майли, 18-летний, играет в центре поля, под полсезона, он реально хорош, мы его увидели, то, конечно, ты не можешь претендовать на что-то серьезное и высокое. И добавлю, что даже когда все имена на месте, но они ходят просто пешком, потому что самый энергозатратный футбол, наверное, не в Европе, но в Англии точно, то нет, даже имена не решают. То есть, как ты сказал, оценка Энтони Гордону 25, оценка клубу, который оказался не готов к Лиге Чемпионов, и Хао не справился, и идей с мячом вообще не было. Мне кажется, вот этой энергией все говорят про Тонали, понятно, потому что удивительная ситуация, но на самом деле больше, мне даже кажется, то, что уже Эллинтон половину сезона произвел, вот кто давал мощь, он такую энергию давал, так толкался. Зато за счет этого в концовке сезона, в апреле-май, мы увидели, что Бруно Гемарайш центральный полузащитник топ-клуба, ну типа супер игрок реально. Иногда думаешь, а, что он забыл уникасов? Да, да, это реально супер актив для них, потому что им надо решать проблему с фейерплей сейчас, я думаю, что он уйдет за огромный день. Хотелось бы увидеть его связкой с Дугласом Луизом. в сборной Бразилии, например. Увидим на Куб Америка. А Исак тоже расстрелся, мне кажется, тоже важный момент. Мне кажется, на них еще сказалось, что от них ждали такого, четвертое место заняли, в Лигу Чемпионов попали, но это был оверперформанс и должен был быть откат. Мне кажется, это просто логично, что это случилось. Да. Скажи про откат Реалу. Не факт. Пересурка. Да. Не бывает. Необязательно. Но с ними, да. Что думаете по оценкам? Я бы им поставил, кстати, не так уж и малые. Нормальный сезон для них. Для них как раз нормальный сезон. И то, что они в итоге не спустились сильно ниже, а остались в этой условной там зоне Лиги Конференции, это даже как-то логично. 6-7. А какая у нас шкала? Десятибалльная? Да. К седьмой команде, ты понял. Спросил. Пять. Пусть будет. Я шесть поставлю, наверное, потому что изначально не так много от них ожидалось, наверное. А я поставлю семь, потому что на самом деле после того, как они вылетели из Лиги Чемпионов, все повалилось, все поломались, можно было ожидать вообще провала. Типа там 12-15 место какое-нибудь, что они просто повалятся. Но они выстояли, выдержали, и даже там в этой зоне борьбы за Юрокубки оставались долгое время, поэтому я бы даже семь поставил. Шесть с половиной. Погнали дальше про Манчестер Юнайтед. И мы по-любому не уйдем от этой темы. Насколько травмы, особенно центральных защитников... Просто помолчим про Манчестер. Блин, а прикиньте, замутить перформанс, сейчас подкаст, где мы будем сейчас семь минут просто молчать. Вот это было бы... Ну, я вот не могу, честно молчать, ребят, не могу. Ну, смотрите, суть в чем? Вы себя ловили мысль на том, что, ну, типа, вот, просто это самый клоунский сезон за долгие годы, но он делает так, что мы каждую неделю обсуждали Юнайтед. Каждую неделю мы обсуждали клуб, который страдал херней. Ну, типа, вот прямо по полной программе. Ну, типа, со всех точек зрения. Выбор состава, блин, выбор персонали, план на игру, игра. То, что он устроил последние три месяца, это просто, ну, типа, он такой построил цирк и поехал по городам Англии. Типа, смотрите, ребят, вот проходной двор, вход бесплатный, там будет вас ждать босс в лице Анана. Делайте с ним, что хотите. Понимаешь? Ну, типа, ну, это реально вот так было. Я правильно понимаю, он, как бы, Камваля и этого Эванса выпускал, потому что он специально сломал себе Магуайра, Александра. Он реально создал цирк, Матчестер Юнайтед. Я думаю, что они по количеству охватов, типа, цифр, просмотров, я думаю, что они побили вообще все. Мне кажется, это какой-то комплекс со Спартака, когда они говорят, нет результатов, зато про нашу уборщицу говорят больше, чем про сотрудников Зенита даже. Юнайтед, который допускает 90 ударов за три матча в рамках, там, чемпионата в апреле, ну, это нездоровая хрень. Ну, это, ну, мне реально, то есть, мы там, я один из тех, кто ругает Бруно Фернандеша за его эмоциональность, за то, что он все время апеллирует к судьям, что он такой, ну, я понимаю его, мне его жалко. Лучший игрок АПЛ по созданным моментам. В смысле эмоциональность? Ну, я думал, убить их всех хочет. Я понимаю, что мне реально его жалко, я понимаю, что, ну, он просто думает, ну, за что мне это? Мне кажется, он где-то триперу руку пожимает, типа, да-да, я тоже не понимаю, что ты тут делаешь. У меня дикое расстройство вызвало работу Танхага, потому что я в него лично очень верил после того сезона, когда он как-то утихомирил Роналду и даже сделал эту ситуацию себе в плюс. Сделал так, что Роналду взорвался, а он, типа, все, не при делах. Там результат был тренер. Да, да, при всем, при всех перестройках я думал, ну, Юна, это такой нужен был тренер, который держит удар и так далее. Но в этом сезоне все игроки играют хуже, ни у кого с ним не ладится, даже Гарнача лайкал под с критикой Танхага, хотя, как бы, это тренер твою карьеру запустил, ничего страшного. Мы видим, как Санчо уходит и играет хорошо, то есть, реально, в тренере огромная получается проблема, и мне кажется, Роналду такой сейчас вроде потирает, а я говорил, я бы остался, было бы не хуже. Но зато Танхаг тебе скажет, смотрите, мы реанимировали карьеру Магуайра, Элбернинса показывали. Эванса. Эванса. Эванс себя показал. Мы показали, что Каземир может быть и центральным полузащитником, и защитником. А лучше не может он так скажет, что, на мой взгляд, он может. Смотрите, Андреа Ананас стал лучшим в АПЛ по количеству сейвов. Еще бы. Скотина. Еще бы. Реально, да. Что Расмус Хойланд после тяжелого входа в сезон, все-таки был период, когда он забивал в каждом матче, и вот мы его раскрыли. Ну, то есть, понимаешь, он такой еще тренер, что он реально каким-то макаром найдет еще какой-то... У нас Бруно, который создал больше всех моментов в АПЛ, и, в принципе, нам просто не повезло. То есть, мы в каждом матче могли выиграть, в котором... Говорит, у нас игра-то есть, все смотрят, всем интересно смотреть за... Но это реально веселье. Это реально веселье. Портал Гол поставил Танхагу оценку за сезон 1 из 10. Согласны? Ну, это очевидно, что это правильно. Он поплыл. Он в какой-то момент даже не просто по игру можно объяснить травмами. Хотя для меня еще вопрос, вот где тот уровень, на который он может быть. Ну, здесь сразу... Ну, позитивно. Что должен делать тренер, когда у него шестое сочетание центральных защитников, я имею в виду, не по номеру, а по иерархии футболистов шестое. Это ужас, я понимаю. Но я считаю, что тот же Казимира на этой позиции мог бы играть лучше, если бы ему объяснили, что делать. Мы видим пример Реала, где там, окей, не шестой, седьмой, но не основные центральные защитники, они все равно... Ну, как бы... С ними можно чего-то добиваться, если много... Мы видим пример Ливерпуля, где был как раз шестой и седьмой на позицию, где был Кабака, не весь сезон, не весь сезон. Слушайте, когда был Кабак, они не пали в Лигу чемпионов. Они попали в Лигу чемпионов. А вы помните, какой Софьян обрабатывал на чемпионате мира? Хороший. Ну, нет. На каждом чемпионате мира бывает такая страна, в которой футболисты показывают лучший футбол в своей жизни, а потом куда-то исчезают. Ну, ладно, я просто попытался все-таки к позитиву перейти. Нет, подожди, можно я добью темы? Я просто говорил, да. Он поплыл, почему у меня такой... Майно открыл. Да, Майно открыл. Кстати, и это правда. Я хотел сказать, что это позитив. Это правда. Чувак попал в список. Кстати, он открыл Санчо, просто не для Манчестера. Короче, просто хотел добить, чем мне было грустно про Танхаку, что он реально ощущение, что говорят, что Клоп много жалуется или даже ноет, но на самом деле то, как он жаловался, что неправильный угол у офсайда, ты просто не понимаешь, как работает система ВАР. То, как ты там обижаешься на журналистов, не пускаешь кого-то на пресс-конференцию за то, что они тебя критикуют? О, молодец. Ну, Коби Майно открыли. Факт. Ну, классный, классный парень. Круто, что так случилось. И даже Амат Диало там в мае что-то уже заиграл, и какие-то яркие эпизоды были. Мне кажется, что все равно как будто бы Танхак показал, что, ребятки, на самом деле я тренер второй команды. В юношесе. Дубль? Да, дайте мне дубль. Я вам сейчас подраскрою тут за пять лет. Таланты будут. Так вот, он весь сезон работаете, денег много. Дайте главного тренера нормального. Я же был у Гвардиолы вторым. Он же был в штабе. По-моему, как раз он молодежную команду тренировал Баварии. Когда Пеп был. Понимаешь? Слушай, ну, получается, его могут не увольнять, а просто перевести. Да, и он будет отличным вторым тренером. Гениально. Оценка за сезон. Простите, фанаты МЮ. Я, может, завысил Челси, но тут, мне кажется, два, потому что полная деградация. По десяти боли. По десяти боли. Ну, два-три, наверное, вот так. То есть Челси шесть, а здесь два. Потому что Челси с двенадцатого на шестое, а это с четвертого на двенадцатого. Да, нет, ну, суммарно за... Давай просто, Кирилл, я хотел вопрос задать. Кирилл, а ты пытался все-таки, ну, во время сезона, хоть как-то попробовать найти игру? Ну, то есть найти, найти какие-то цепочки логические. Я думаю, я даже преуспел. Там цепочка логическая есть, как бы, просто это не значит, что у него получилось. Я понимал, что он хочет сделать. Он все время попадал в противоречие между тем, что страшно поднимать линию обороны, в которой Магуайр, и нельзя отходить от высокого прессинга, потому что он так играет. Это его футбол, ему нужен высокий прессинг. Поэтому у него высокий прессинг впереди, низкая оборона сзади, и соперник хорошо чувствует себя на поле посредине. И такой кто-нибудь Казимир один, такой как Траволта, такой оборачивается в опорнике. А где все? Нет, это прямо реальное противоречие, поэтому у меня все-таки оценка Юнайтед будет не четыре, а три. Я бы твоя оценка. Два. Окей, я бы сказал три с половиной. За что? А, за веселье? Ты не кайфанул? Давайте еще быстренько по остальным пробежимся. Были интересные команды в этом сезоне. Брэндфорд умудрился потерять 30 очков, ведя в счете. Если эти баллы добавить к тому, что они набрали, то команда Томаса Франко была бы вообще в Лиге чемпионов. Айван Тони хорошо вернулся по ходу сезона, и все-таки видно было, что... Предпродажная подготовка. Да, хорошая, потому что, типа, он 8 месяцев не играл, он мог гораздо хуже выглядеть, а он выглядел хорошо. Я Бейвертон отметил, потому что, несмотря на то, что от 4... Вот его надо было в Юнайтед. Ну, типа, Юнайтед очень много, часть сезона играл от соперника на контратаках. Ну, вот Дайч. Вот Дайч, простой учебник. Так они же пытаются от этого уйти, поэтому... Если им не нужен Кенхак, то зачем убирать Сульшера? Вот это синдром Манчестера Юнайтед. Закончили они говорить, но не закончили. Ну, Дайч просто один из героев сезона, реально. Смотри, как тренер, он отработал хорошо, они создали 60.7XG, но забили 40. Во многом потому, что Кедверд Льюин худший в топ-5 лигах по реализации в целом. Ну, он тоже, видишь, очень неровный парень, он все время травмируется, ломается, возвращается, и прерывается он. Или в голове еще модные показывают его в позже времени. Ну, а если мы говорим про Эвертон, нужно отмечать их стандарты, они прямо с угловыми, они кладут и кладут, кладут и кладут. Ну, там, видишь, вот этот Брэнт Уэйт, центральный защитник, хороший сезон, опять же, на продаже, я думаю, что в следующий сезон там и Сити, и Ливерпуль, где угодно. И мы будем удивляться, как его купили, на мой взгляд. Есть такое ощущение. То есть, все-таки, мне как-то понятнее олдскульный Тарковский в этой команде. И, наверное, надо еще отмечать тех, кто классно провели этот сезон. Давайте поговорим. Ребят, кстати, у меня обращение к Саутгейту. Пожалуйста, это придуманная проблема, что нету центральных полузащитников. Тарковский гениальный чувак для сбора на львы. Это тот чувак, который будет последний подкат делать, спасать, когда с ленточки снимают, выигрывать вообще весь второй этаж. Вообще весь. Он просто гений на втором этаже. Будет играть Макуайр. Это отвратительно. Ну, слава богу, еще столько. Давайте отметим Crystal Palace, одна из лучших команд второй части сезона. Это подарок, ребят. Ну, типа, пришел Гластер, и то, что он делал с Рандарем Коломоани, он показал на примере чуть более талантливых ребят. Олисы, Эзе. Ну, и их матчи это просто фестиваль. Что они там творят втроем? Ну, реально, Матета, это хуже, чем Лосина Трауре Ванжи. Помните, был здоровый сон? Я помню, конечно. Это хуже, реально. Но это явление. Ну, он забил какое-то атомное количество голов. Для себя. Для себя. Это невероятно. Да, но это очень много. Crystal Palace это очень много. Реально. И там у них матчи... И парочку прямо тонких таких. Да, да, да. Не с метра. На исполнение. Он играет в подыгрыше, в стеночку играет. Ну, там просто то, что там забивали Эзе и Улиса, ну, это очень красиво. Это вообще другая команда. Ты привык к этому Рой Ходшесу, да, Crystal Palace, они играют на 0-0, по сути, ничей в сезон, там, и где-то 5 матчей как-нибудь Макаром выигрывают, набирают эти очки и остаются. А тут совершенно другая история. И как будто бы она приходит на смену Брэндфордам, Брайтонам, даже Нью-Каслу условно, если все продолжится, и они останутся. Потому что там есть еще Андерсон, охрененный центральный защитник с началом атаки. Есть Митчелл, слева Тарик. Есть Гуехи, который из Челси выпускник. То есть там есть, на самом деле, плацдарм, чтобы была крутая команда. Челси, по-моему, как раз вот они пятые. Если мы... Он нашел момент, где Челси и топ в одном предложении. Положительный, одну можно фразу хотя бы сказать за выпуск. Если мы хвалим Кристалл Пэлэс, то мы должны похвалить Бормут, потому что год назад, я помню, мне казалось, ну, блин, лучше бы они вылетели. Самая бессмысленная, бесполезная команда была после Нотингем Фореста. Но нет, но нет. Но в этом сезоне Ираола просто... Крутой тренер оказался. И видишь... Хотя не сразу. Хороший пример менеджмента, когда они выдержали момент и не сделали поспешно... А знаешь, почему он плохо начал? Потому что его помощнику не дали визу, и он не мог влететь в Англию, и он без помощника тренировал первый месяц, потом помощник прилетел, и все полетело у него. То есть он в какой-то момент был беспомощный? Я бы добавил, что, как мы понимаем на примере Почетина, действительно, самое главное переждать этот отрезок неудач, а уже потом, когда команда финально как бы вот даже какой-то подъем случился, вот уже можно. Короче, к чему я? Ираула, если увольнять, то прямо сейчас. Ну, Боулю бы и убрал. И вот, наверное, может быть, Ираула как раз придет... Мне кажется, немножко не... Судя по инсайдам, нет. Нет? Судя по инсайдам, нет. Но как будто бы даже заслужили. Вот в чем фишка. Давайте посмотрим на таблицу ассистентов и, собственно, Галеодоров. Да, тут у нас на первом месте сюрприз-сюрприз, Холланд. А вот то, что на втором месте идет в списке бомбардиров Палмер, на чистом втором месте. Ну, там, пенальти 10 штук. 9. А у него 6, у Холланда, и что дальше? Ну, я имею в виду... Нет, ну, нет. 9 это много, это влияет, но их еще надо реализовать. Смотри, 6... Их еще надо отнять у Джексона. От Джексона. 6 пенальти для Холланда или там 9 для Палмера, это просто разная доля. Палмер, я имею в виду, что все-таки... Я не оспариваю его величие, великолепие в этом фишке. Да, но все-таки у него результативность нужно делить на 2. Ну, не забываю, что он еще и второй ассистент. Да, конечно. Не, он первый по голу плюс 5. И он не только второй ассистент, там очень много тонких передач, там, пятки, в касание, они там забивали очень красивые доли. И на разных позициях. И как бы Палмер набил такую статистику, мы спорили об этом, на позиции между десяткой и вингером. То есть такой немножко умирающий вид футболистов. Да, и он как бы без какой-то суперскорости там вингеровской или еще чего-то, ну, такую статистику набрал. И, ну, это реально большущий сезон. Действительно такой крутой и, наверное, ну, необычный. Поэтому интересно, что дальше будет с Палмером. Очень интересно. Исак, третье место, Фил Фоддер. И там, кстати, нет пенальти почти. Что-то там 2 пенальти у Исака. 3 или 0 пенальти. Да, очень мало пенальти среди этих голов. Да, это, неожиданно, это круто. При том, что, ну, я не знаю, первый сезон в АПЛ мне казалось, естественно, как бы дороговато его купили. Сейчас как-то. Слушай, нет. Сейчас спорт дороговато, но польза есть. Нет, там есть такие моменты, где он на таком хладнокровии играет, когда он ловит кураж. Он один из лучших нападающих в мире, когда он ловит кураж. Просто это не так часто пока происходит. И там команда не та. А если он будет играть в топ-команде, вот если он бы играл сейчас в Сити, я бы не удивился, если бы он те же 40 или 45 забил. Что вы думаете по поводу 4-3 позиции и лучшего ассетента у Моргана Гипса Уайта? Слушай, в Нотингеме он там один. Он главный. Он реально. Потом пришел Хацан Адой, чуть помогал, но в целом все вокруг Гипса Уайта. Может ему перейти стоит в топ-команде? Слушай, Гипс Уайт звезда вот тех молодежных команд до 17, до 19, которые выигрывали эти чемпионы мира. Он там главный футболист был. Мне кажется, просто Нотингем Форест нужны футболисты, которые фамилия через черточку. Мне кажется, в них заходят. Очень низко салах. В седьмое место только в бомбардировке. Реализация. Отличная первая половина сезона. Да. Первая хорошая, а потом началась. Но при этом упущенные бикченсы, да, Холланд на первом месте. Горич, давай ты задачи скажи. Да, тут на втором месте Нунес. Удивили. Нунес упустил меньше моментов, чем Холланд. Да. 34-27. Хотя, если смотреть XG, то он не до XG намного больше. Слушайте, ну это в том числе потому, что мне кажется, в какой-то момент прям нашли ему позицию, что он, как бы, будучи вингером, отдавая передачи, гораздо больше может пользы провести, чем все время бить по воротам. И мне кажется, поэтому у него вот этих упущенных меньше, потому что он не так часто именно на острие оказывался, а больше тем, кто убегает и отдает передачу. Кирилл, и в этом списке нет Колла Палмера. Поэтому на первом месте Холланд, поэтому не нужно у него в моментах фразы было меньше, а он забил пусть даже 13. Давай, снимай маску, снимай, снимай маску, Колл. Колл. Он все-таки заслуживает место получше, чем Чалси. Ну, как сказать. Моней сервина, это, наверное, нормально подойдет. Не дай бог. Перейдем к проценту сейвов. Здесь на первом месте Анана. Конечно, настолько парадоксально, что его столько критикуют, хотя он выдал скорее хороший сезон, чем плохой. Если Тенхагу дать типа пять вратарей молодых, то он за год их может сделать супер топовым. Просто за счет практики постоянно. Отбивать столько мячей в таком количестве разных опасных моментов, ну ты реально зверем станешь. Реально. То есть, если хотите прокачать вратаря, отправляйте Тенхагу. Еще один плюс. Два провальных матча в Лиге Чемпионов абсолютно испортили впечатление от сезона на полгода. Так сезон выдающийся был. Просто невероятно. Он реально стены. Но испортил. Два матча в Лиге Чемпионов стоили команде. Еще в топе Ариаля и на третьем месте Пикфорд. Я думаю, что Ариаля должен быть первым вратарем на Евро. Он реально проводит тоже крутой сезон и там тоже матчи. Потому что Вестхэм это был не в порядке. Очень тоже штормило их туда-сюда, поэтому это и закончилось все отставкой. Правда, зачем они взяли лапитеги? Ну ладно, мы это в следующем сегодня обсудим. Пикфорд, кстати, тоже будет первым. Ждем Моэса в Севиле. Ты хоть это представляешь? Да. Его диалог с Юсефом Эннесери. Это же... Да. Они будут играть головой с фланга на фланг. Харьбин уже в Валенсии был. Да. Тут чуть-чуть другой вайп. Но Моэс был в Севседании уже, чтобы ты понимаешь. Да, нет, я понимаю, но хорошо получилось? Здорово. Такая статистика есть, как возвраты владения. И здесь Геморрайш, который мы упоминали, на первом месте. И, правда, у него все на одно больше, возврат на один больше, чем у Родри. У Родри 235, у Геморрайша 236. Но как бы все равно от Родри мы ожидали. А Родри занимается на поле не только этим. Да. Ну и Геморрайш не только этим. Он, на самом деле, в втором темпе получался хорошо. Забивал, что-то успел забить. Он там занимает, мне кажется, а что сейчас горит больше всего пойду-ка потушу. Самое смешное, что в этих возродах владения 3-4 место два игрока Борнута, Кристи и Кук занимают. Это с чем связано Мирал Волоб со стилем Борнута при Мирал Волобе. Напоследок предлагаю подвести итоги и три рубрики. Предлагаю первое, главное событие этого сезона АПЛ. Я думаю, что событие можно назвать, что Ассенал не случайно в том году был в гонке, а подтвердил этот статус. И что АПЛ обрел действительно топ-команду в лице Арсенала. Я думаю, что для АПЛ это очень важно, потому что действительно превращается все в one-man show, в one-team show, грубо говоря. One-city show. Да. Для меня уход Клопа главное событие, потому что все, того в Ливерпуле больше нет, эта целая эпоха ушла, и то, как он ушел, как объявил об этом, как все оскорбили даже. Горный слот, ла-ла-ла-ла. А повторяться нельзя, да? Я уже не выберу теперь у подкола. Ты можешь повториться. Почему? Можешь? Да, это событие, просто, а что мы считаем событием? Ну, может, как бы, девять месяцев Манчестер и Найтед, это одно мучительное событие. Чешется, ты чешешь. Бой болит, не надо это сейчас. В этом смысле, мне кажется, что смена имиджа Тоттенхэма это тоже событие. Да. Это событие. Безусловно. Я бы, знаете, что отметил? Я бы вспомнил украденный гол Диаса у Ливерпуля. Это стало не просто какой-то там ошибкой, каких бывает много в каждом сезоне, в каждой лиге. Здесь, во-первых, нереальный человеческий фактор, когда просто судья Навар и главный судья недопоняли друг друга. Точнее, судья Навар сказал «да», имея в виду «нет». И просто из-за этого недопонимание. И это уже повлияло дальше. Это уже вводится полуавтоматическая система ВАР. Я не думаю, что ВАР отменят, что вот это голосование, оно пройдет, но они точно не наберут 14 голосов, я уверен. Поэтому ВАР останется, и фиксация офсайда станет полуавтоматической. То есть этот гол украденный уже повлиял. А мы забыли. Мне кажется, что мы вообще об этом не сказали, но я думаю, что Сити не выиграл бы титул, если бы Дебройни вот так не вернулся. Вот это событие, мне кажется. Которое повернуло гонку и сделало Сити опять машиной. Ну, блин, ты просто скажешь, что Фоден, без такого Фодена бы тоже не выиграл. Нет, влияние Дебройни больше, на мой взгляд. Все равно. Ладно. Открытие сезона. Вот, может быть, ты сюда возьмешь. Хотя нет, Фодена, нельзя назвать открытие. Я соберался как раз сказать Тоттенхем новый, потому что все равно неожиданно просто команда играла всю жизнь в другой футбол. Абсолютно было Мауринию недавно. Мы помним, что не очень интересно было за ними смотреть. По-моему, никогда такого не было, что тренер приходит и за сезон так кардинально меняет стиль команды и вроде даже получается. Ну, так, открытие. Так, а у вас? Открытие. Ну, вообще очень много открытий, но если что-то одно, то Палмер, наверное, все-таки. Ну, как бы, если не он, то где? Я продолжу, потому что у меня тоже Палмер, человек, который... Вот сейчас какой статус у Оскара Боба, да? Он там забил один мяч победный. Ну, как бы, сколько ты там, 200-300 минут сыграл. Год назад точно такой же статус был у Палмера. Все знали эту фамилию, но это был просто вот один из молодых, который... Даже 500 минут он не сыграл на момент перехода в Челси. И даже ни одного мяча не забил в прошлом сезоне АПЛ. А тут человек лучший по гол плюс пас в шестой команде. Это вообще редкость. Обычно по гол... Ой, ну, приятно хоть что-то хорошее, это Саша сказать. Шестая команда не очень приятно. Васан, а для тебя открытие? Открытие, открытие. Давайте так скажу. Я продолжу этот вектор про Арсенал. Для меня открытие, что Габриэл может быть топ-защитник. Потому что для меня еще в прошлом сезоне он был абсолютной посредственностью. А этот сезон показал, что он тоже крут. Вот так. Интересно. Ладно. Разочарование сезона. Вот еще что хотел спросить. И не только это, кстати. Что для вас стало главным разочарованием? Вот разочарованием события для меня стал Юрген Клоп. А. Я думал, что я смотрю... Вот разочарованием как раз и люди... А вот это решение Навар, когда судья сказал да, как бы все понимали, что конечно да, а имелось в виду конечно нет, вот это мы с Васан там были. А у тебя что разочарование? МЮ? Ну конечно. Это во всех смыслах глобально. Саш, ты... Я бы, знаешь, что сказал? МЮ, да, я бы еще сказал, что для меня разочарование, что все три команды, которые вошли, и все они три вылетели. Это говорит о том, что настолько много денег у тех, кто давно в АПЛ, что как бы новички не старались, вроде бы и хороший стиль, и компаний там, которые в Баварии сейчас хотят. Что бы не хотели... Слушай, там Лутон, это команда типа три в одном. Они живут на стадионе, у них все люди там живут, и они там играют. Питаются, ноются. Все в одном. Ну, хорошо, а команды конкретно компаний, мы же ждали, что она... Ну потому что... Не, это очень похожая история на Фарки с Норвичем. Он подумал, что в такой же развеселый футбол, финальный уровень футболистов. И с тех пор так все постоянно пытаются сделать. Почему-то да, делаем. Они просто решили сыграть в этом сезоне на то, чтобы компаний заработал себе имя. Он заработал себе имя Ну, заработал, сейчас в Баварии поеду на тренировать. Ну, для меня все равно это разочарование. Никто не может зацепиться. Видимо, так перекачана лига деньгами, что... Ну, просто еще и опыт какой-то, да, там, Фулхам какой-нибудь. Как он вылетит, когда у него уже прямо он... Ну, он отбитый в этом АПЛ и хорошо понимает... Нотингем как может вылететь? Они просто скупили всех футболистов у соседних команд, поэтому у соседних команд их не хватает футболистов. Тактика Нью-Каслова на сохранение в лиге, да. Для меня главное разочарование тонали. Я понимаю, что... Какой забыли про тонали. Слишком очевидно, но это настолько уникальная ситуация. И то, что он еще, даже приехав в Англию, продолжил делать ставки на футбол, ну, это просто какое-то убийственное... Я понимаю, что все люди, все могут ошибаться, и даже так могут ошибаться, но, как бы, чувак, у тебя настолько же все хорошо. Ну, зачем? Зачем? Давайте мы еще лучшего игрока скажем, потому что мы с Фасантом называли в обратном отчете, а ребята не называли. Наверное, интересно. У меня был Родри. У тебя? У тебя Райс, по-моему. Ну, наверное, на фотофинише все-таки у Родри фодан, потому что... Ну, понятно, что Родри это как бы некая незаменимая история для Сити, потому что незыблемое качество в каждом матче. Но все-таки это далековато от ворот. И Сити очень часто не хватало именно того, чтобы свое, как бы, качество игры в отсутствие стабильно забивающего Холланда конвертировать. То есть Фодан стал человеком, который просто делает результат, в том числе в важных матчах. И иногда из ничего. Вот самое крутое, что он человек... Удары издали. Который забивает из ничего. Да. Мы сколько говорили там XG 13, плюс 13 XG больше. Потому что там 6 голов из-за... Я недавно отвечал на этот вопрос. Для меня все-таки Родри, потому что он уникальнее в своем роде. И, в принципе, я могу понять, представить, как Сити стал бы чемпионом без Фодана. Да. Что кто там в атаке мог бы взять роль, затащить, гол плюс пасс сделать. Кто гриллиш? Вов, я не... Гриллиш, да? Да, да, да. Вассан, Вассан. Вкусно там гриллиш? Да, да. Да хоть доку, кто угодно. Но там было кем играть. А без Родри мы бы 100% не увидели бы чемпионской команды Сити. 100%. Поэтому для меня Родри. Давайте символическое сборное. Первое имени Вассанта. Какая у тебя? Слушайте, у меня очень все просто. Анана, центр за... Соответственно, в защите тройка. Салиба, Ван Дейк, Габриэл. Без крайних, потому что крайние, кроме Удоджа, ВПЛ бы особо, ну, в принципе, провалились. Дальше центр поля Геморрайш, Родри, Райс. По краям Фоуден и Палмер. И в нападении Воткинс и Исак. Ну, нормально, атакующая такая связочка в целом. Но, с другой стороны, Родри почистит. Кирилл? Ну, открывайте форточку, ребята. Я не очень понимаю... Мы открываем полочки. Я не очень понимаю принцип символических сборных, потому что тут есть базовый конфликт. Ты или убираешься к лучших футболистов, или пытаешься собрать команду каким-то образом. И я как бы пытался решить этот конфликт. Так, 4 сборных открыли. И выбрал, соответственно, и лучших футболистов, но и чтобы это было похоже на команду. Я абсолютно недоволен тем, что получилось. Поэтому начну... Какой дисклеймер маленький. Да, начну с первой, которая базовая, у которой все было хорошо до тех пор, пока я не понял, что а у меня Букая Саки нет. Вообще ни при каком раскладе нет у меня в сборной АПЛ, что странно. Пришлось его брать, и это все как-то... В общем, 4-3-3. Команда, которая играет с высоким трейсингом, играет во владение. Она на в воротах. Слева-направа защита Робертсон, Ван Дейкса, Либа, Уайт. Мне кажется, очень важным сохранять игровые связки из команды. Полузащита. Райс, Родри, Эдегор. И атака, слабое звено. Фоден, Палмер, Сака. Почему так? Фоден может играть в том числе на левом фланге. Он играл, несколько матчей провел. А Палмер, где только не играл в Челси, в том числе и десятку, и ложную девятку, и на фланге. Поэтому роль ложной девятки ему в принципе подходит. Изначально-то у меня Исок тут был. Просто я выкручиваюсь. Ну и Сака, правый вингер. Но поскольку мне очень не нравится, я сделаю второй вариант. У меня есть вторая сборная, которая мне нравится гораздо больше. Она более цельная. Команды, которые играют на контратаках, с низким блоком не прессингуют, играют 4-2-3-1. На воротах Са, потому что монстр на ленточке. Защита слева направо. Динь, Магуайр, Тарковский, Густо. В опорной зоне по линии и без ума. Магуайр? Магуайр, конечно. Ну, хороший сезон, правильный. Тем более для себя. Слева направо в атаке Гордон, Фернандеш, Салах и в атаке Холланд. Я думаю, понятно, как играет эта команда. Она отбивается, потом пасует Фернандушу, тот бросает в прорыв Салаха или Гордона, тебя забивают. Да, нормально. Неплохо. Я бы... А, нет, Саша, давай сначала тебя послушаем. У тебя кто? Слушай, у меня не так все креативно, как у Тирилла. У меня тоже она на воротах, но я считаю, что, наверное, никого не назовешь больше. Хотя, Алисон, я думал, Алисон, но все-таки Анана. Гвардион слева, Салиба, Ван Дейк с центра связка и Уайт справа, получается. Центр Райс, Родри, Гимарайш. И впереди обязательно Фоден и Палмер, а вот центрального нападающего я очень долго думал, потому что Холланда, ну, как будто он очень сильно выпадал все равно, поэтому, наверное, все-таки Уоткинс. Если что, я сразу скажу. Приготовьтесь, друзья мои. Я ее видел. Приготовьтесь. Если что, я сразу скажу, я с другого конца дочину. Забейте сразу поисковик, поисковик. Приготовьте поисковик. Я с другого конца зашел. Я не списывал у Саши нападения. У меня в атаке те же самые Фоден, Уоткинс и Палмер. Родри, Макалистер и Дегор. Вот у меня кто в полузащите. Родри, Макалистер, это вообще наравне с Палмером лучший трансфер. И Уокер обязательно из фланговых защитников. Вот он очень хорошо провел. Салиба Ван Девен тоже. Шикарный сезон. Жаль, что травмы тоже. Каминский. Недооценивают этого вратаря, друзья. Вы его недооцениваете. Он в топе по спасенному. Вратаря у него количество сейвов. У него все вообще шикарно. Это тот человек, который тянул Лутон, который до конца ему позволял бороться за то, чтобы не вылететь. Поэтому он заслужил быть здесь. Друзья, на этом мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. А с вами были Саня Журавлев, Кирилл Хаид, Васан Балан и я Гриша Теллингатор. Гриша Каминский. Гриша Каминский тоже. Ссылочки вот здесь вот. Если что, подписывайтесь на нас. Да, и в Телеграме Мяч Продакшн, наверное, все четыре сборные публикуем. Вы выберете, у кого интереснее сборная вышла. Ну и самая креативная, конечно. Конечно. С камешки. Я за Гриш, я голосу за Гриш. Я тоже. Гриша Каминский. Субтитры создал DimaTorzok